Данилов склоняется к версии, что Кремль навязывает нам корейские варианты. Многие эксперты тоже говорят, что Путин хочет заморозить эту войну. Я тоже говорил, как варианты, это может просто закончиться сейчас на сейчас. Но для того, чтобы был корейский вариант, 70 лет без мирного договора, в состоянии войны, по факту, для этого нужно, чтобы Запад прекратил нас поддерживать полностью. То есть Запад прекращает и говорит, ребят, давайте уже закругляйтесь. Например, звонят из Белого дома, говорят, Зеленский, мы не можем больше вам помогать. Мы очень сильно поиздержались, у нас ковид, у нас там выборы спора, наши избиратели этого не любят. Давайте, мы потихонечку сворачиваем вам помощь, а вы давайте выходите уже на переговоры с россиянами, и мы будем вас там модерировать. Мы же видим, как увеличится помощь со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы видим, как многие страны, которые, Евросоюзе, которые еще недавно занимали такую позицию, ну не знаю, не знаю, Бельгия, например. После освобождения Херсона Бельгия побежала, одна из первых, помогать нам, ну не совсем летальным оружием, но помогать. После визита Зеленского в Соединенные Штаты в Киев сразу же приехал министр обороны Франции. То есть мы видим, что там настроены добивать до конца, то есть нет такой завязки на северо-южно-корейский вариант. Возможно, когда мы выйдем, возможно, как вариант, на границе 24 февраля, возможно, такая история может вылезти, не исключено. Но я Крым даже оставляю, знаете, на потом, потому что пока я не согласен, когда говорят, ой, мы там в марте месяце будем пить кофе уже там в этом, Ладьял, в Ялте, да, ресторан, там будет флаг, наш, и там будем пить кофе. Визита, я с этим не согласен. Наши западные друзья не уверены в том, что они смогут нам помочь настолько, чтобы захватить Крым. Выйти на 24 февраля, 100% мастхэп нам будет помогать. Донецк, Луганск, хотя бы часть какую-то прорваться, освободить. Очень в это верю в следующем году. Это реально может быть. Но Крым, это больше про дипломатию, это не про войну. Но украинский народ не поймет окончание войны без Крыма и Востока Украины. А я поясню, смотрите, когда мы доходим до этого крымского перешейка, мы должны сразу же сделать, там, Рамштайн, там, какой-то, 21, да, сказать, друзья, мы хотим идти в Крым, мы готовы идти в Крым. Вы с нами? Если в Соединенных Штатах говорят, нет, ну, например, нет, ну, это не нам, мы не хотим. Мы вам помогли, мы вам больше не можем. Вопрос, как мы тогда будем двигаться дальше? Если у нас не будет ни высокоточных боеприпасов, ни запасных частей, ни трехсемерок, ни Брэдли, ничего, как мы собираемся идти тогда в Крым? Только с поддержкой наших друзей Запада. Только постоянном обеспечении финансовой подушки. Смотрите, сейчас многие министерства, которые задействованы в обороне, ну, в силы безопасности, вот, входят в Украину, они за месяц сжигают денег на войну больше, чем в предыдущие годы за год. За месяц годовой бюджет сжигается просто. Если нам не будут помогать, как мы собрались дальше вести войну? То, что народ хочет, вопросов нет, я поддерживаю. Но если не будет помощи, то и не будет продвижения вообще, а слово совсем. Ну, а возможно, что уже такие договоренности и есть. Вот все-таки украинские чиновники и военно-политическое руководство, первые лица делают прогнозы по Крыму. Тот же Буданов очень осторожен в своих прогнозах, но он говорит, что Крым будет украинским и будет освобожден военно-политическим. Ну, хорошо, окей. Ну, это отдельная история. Господин Буданов, это иллюзионист, это ловкость рук, никого мошенничества. Когда он начинает восторгаться, как он предсказал освобождение Херсона. Невероятно. Слушайте, вот этот фокус, я потом после войны вам расскажу, но это смешно на самом деле. Я больше ориентируюсь еще раз на позицию Соединенных Штатов Америки. Чем больше будет идти к нам серьезного вооружения, нарастать, то, значит, мы действительно будем заходить уже за границы 24 февраля. Если на каком-то этапе будет плато с оружием, все будет по-старому или даже уменьшаться, то это будет сигнал того, что, скорее всего, Соединенные Штаты уже устали от войны, ну, в каком-то виде, и будут просить нас уже заканчивать ее. Но это, опять же, настолько непрогнозируемо. Черных лебедей столько здесь много в этой ситуации, что трудно так сказать. Субтитры создавал DimaTorzok